В Минске собрались сильнейшие велогонщики планеты. Столичный велодром впервые в истории принимает заключительный этап Кубка Мира по велоспорту на треке. За медали сражаются около 300 спортсменов. Среди главных фаворитов команды Франции, Нидерландов, Польши и России. Не собираются уступать конкурентам и хозяева – белорусы. Наши спортсмены представлены сборной и велосипедным клубом «Минск». Итоги первого дня у Елены Горельчик. Кентен Лафарк с белорусским велодромом хорошо знаком. Нынешний визит уже третий по счету. Двукратный чемпион Европы в составе сборной Франции приехал в Минск побеждать. Но таких, как он, здесь около 300. Эти соревнования сегодня являются и тестовыми соревнованиями подготовки для проведения европейских игр в 2019 году. Поэтому для нас это определенный экзамен, экзамен для всех, и для персонала, да и для спортсменов. Потому что мы сегодня будем проверять молодежь, будем смотреть, как готовы наши более опытные профессионалы. Поэтому я считаю, это доверие, доверие нашей стране прежде всего. Ядро велодрома разбито на боксы. У каждой команды свой. Здесь спортсмены морально готовятся к стартам, разминаются, механики настраивают велосипеды. Ведь результат зависит даже от того, насколько тщательно будут протерты трубки. Проверить состояние, поджать болты, поставить подходящую передачу, которую поставил тренер, сказал заранее. Потом проверить, накачать колеса, ну и в конце уже протереть трубки, чтобы они не соскользнули и было все хорошо. Тщательный осмотр и взвешивание до грамма. Эти люди работают исключительно в белых перчатках. И именно от их вердикта зависит, допустят ли велосипед, а значит и спортсмена, на старт. Всего в Минске разыграют 17 комплектов наград в 9 видах программы. Но заключительный этап Кубка Мира – это возможность не только взять еще один титул. Старт как самоконтроль перед февральским чемпионатом мира в Апельдорне. Мы надеемся показать в Минске хорошие результаты. Спортсмены приехали в отличной форме. Да и для нас это шанс проверить себя в конкуренции с сильными соперниками в преддверии чемпионата мира. Вы принимаете этап впервые. Со своей задачей вы, безусловно, справились на отлично. Я в Минске уже в третий раз. Дважды приезжал на соревнования по велоспорту. Считаю этот велодром один из лучших в мире. Очень рад, что в программу вторых европейских игр, которые пройдут в следующем году, попал велоспорт как шоссе, так и трек. Это даст возможность спортсменам набирать очки для квалификации уже на Олимпийские игры. В вопросе организации соревнований по велоспорту мы полностью доверяем Белорусской Федерации. Здесь работают квалифицированные кадры. Значит, все пройдет успешно. Шаги от медали. В первый день в гонке по очкам остановился наш Роман Романов. Еще один Белорус в городе Тищенко, пятый. Инна Савенко в аналогичной дисциплине показала шестой результат. Прошли дальше и наши спринтеры. Ребята очень хорошо. Сейчас выступили в квалификационном заезде, показав результат 4 минуты 3 секунды. Они улучшили свои последние результаты. Уже рост есть. Для них это достойное время. Остальные надежды завтра белорусы связывают с наступлением в мужском преследовании икерине, а также женских омниуме и скрэччем. Елена Горильчик, Алексей Правдиков, агентство теленовостей.